Продолжение следует... В соседних областях объявлен план перехват сирена. О подробностях трагедии телеканал БТБ рассказал советник министра внутренних дел Антон Гераченко. Которые могли стать случайными свидетелями данного происшествия. Всех автолюбителей, которые могли проезжать в это время там, предоставить информацию о их убийцах. Олег Бабаев, эксбютовец, родился 21 октября 1965 года в городе Курск в Российской Федерации. Возглавлял правление акционерного общества «Кременчуг мясо». Был членом наблюдательного совета Банка финансов и кредит. С 1999 года депутат Кременчугского городского совета. Женат, воспитывал двух дочерей. Мастер спорта подзюдо. Был президентом полтавского футбольного клуба «Ворскла». С ноября 2010 года городской голова Кременчуга. До перевыборов обязанности городского головы Кременчуга будет исполнять первый заместитель Виктор Калашник. Об этом сообщил секретарь горсовета Василий Ивка. По его словам, выборы нового мэра Кременчуга, возможно, будут проводиться вместе с парламентскими осенью. Городской голова Львова Андрей Садовой не знает причин обстрела его дома и заявляет, что у него нет ни с кем личных конфликтов и угроз в последнее время он не получал. Также Андрей Садовой говорит, что опасается рецидива и волнуется за семью. Напомню ночью. Дом городского головы Львова Андрея Садового был обстрелян из гранатомета. Никто не пострадал, поскольку на выходные городской голова с семьей уехал в Карпаты. Снаряд попал в угол здания. Повреждена кровля, балка и четыре секции окон на третьем этаже. Неподалеку от дома был найден противотанковый гранатомет «Муха». На месте уже поработала следственная оперативная группа милиции. Открыто уголовное производство. МВД СБУ изучает возможность квалификации расстрела городского головы Кременчуга Олега Бабаева и обстрел дома городского головы Львова Андрея Садового не как покушение на убийство, а как теракт. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Фактов о том, что покушения на двух мэров крупных городов Украины были спланированы и синхронно организованы, пока нет. Скорее всего, эти преступления никак не связаны между собой, подчеркнул он и добавил. Расследования данных преступлений поставлены на особый контроль министром внутренних дел Арсеном Аваковым. За сутки в зоне силовой операции погибли четверо украинских военных и 20 ранены. Об этом сообщил спикер информцентра СНБУ Андрей Лысенко. По его словам, террористы 23 раза обстреливали позиции бойцов АТО. В частности, из артиллерии дважды позиции близ Червонопартизанской и Дубровки из минометов возле Новоазовска. Также боевики три раза открывали огонь из Града по территории аэропорта в Луганске, который контролируют украинские силовики. Отмечена активность диверсионно-разведывательных групп террористов близ населенного пункта Попасное. Силы АТО принимают меры по их поиску и обезвреживанию. В Луганске в результате вооруженных столкновений за сутки погибли 9 мирных жителей и 41 ранен. Об этом сообщили в пресс-службе Горсовета. Согласно информации, есть жертвы из-за разрыва снаряда недалеко от бомбоубежища, расположенного в одной из городских школ. Также под артобстрел попали Артемовский, Жевтневый, Каменобродский и Ленинский районы. В результате этого повреждено около 20 жилых домов. В Ленинске продолжаются бои близ аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба Горсовета. Взрывы в этом районе, как и во всем городе, были слышны на протяжении ночи. Одна девушка получила ранение в результате взрыва снаряда. Местные власти пытаются договориться с боевиками, чтобы те позволили сделать зеленый коридор для ремонтных бригад. Однако пока результатов нет. Террористы продолжают обстрел, дабы не допустить украинских военных в Донецк. Силы АТО в результате боев с террористами заняли позиции на окраинах Горловки. Об этом сообщил спикер информцентра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, после освобождения города открывается прямой путь в Донецк. Напомню, за неделю украинские военные освободили от бандформирования уже 10 населенных пунктов. Среди отбитых у боевиков Луганской области города Попасная, Лисичанск, Рубежная, Первомайск, поселки Юбилейный и Георгиевка. А также города Дзержинск, Солидар, села Карловка и Нетайлово в Донецкой области. Украинские саперы разминировали мост между Северодонецком и Лисичанском. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Военные инженеры, находясь под обстрелом боевиков, обезвредили 16 ящиков тротила и 100 литров селитры. Минобороны подчеркнули, что боевики планировали взорвать не только покрытие моста, но и две его центральные опоры. При таких повреждениях восстановить сооружение во время боя было бы невозможно, что осложнило бы проведение операции по полному освобождению Лисичанска. По словам саперов, мост минировали профессионалы. Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной. Сейчас на рубеже уже более 15 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил посол Шавната Дэвид Феф. Такое количество солдат превышает предыдущие показатели, о которых заявлял Пентагон. Ранее представители Соединенных Штатов говорили о 12 тысячах российских военных в приграничных с Украиной регионах. ЕС обнародовал новый список санкций. Брюссель применил ограничения к высоким должностным лицам России, членам Совбеза Федерации, руководителям ФСБ, службой внешней разведки, президенту Чечни Рамзану Кадырову, а также к лидерам террористов на Донбассе. В этот перечень включены и сами пророссийские террористические организации. Также среди фигурантов в списке и 9 крымских компаний. Севастопольские, Керченские, Морские и Торговые порты, Массандра, Магарача, завод шампанских, вин Новый свет и другие. В целом речь идет о 15 лицах и 18 компаниях, которых затронет замораживание активов и запрет на выдачу виз. Таким образом, количество людей, которые попадают под ограничения Брюсселя, в связи с ситуацией в Украине, увеличивается до 87, а количество компаний до 20. Вашингтон обвинил Путина в трагедии Боинга. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джошуа Эрнест, сообщает Ройтерс. По его словам, Соединенные Штаты уже знают, что самолет был сбит ракетой, запущенной с земли в районе Донбасса, который контролируется террористами. Украинское ПВО в это время там не работало. Именно поэтому США пришли к выводу, что Владимир Путин и россияне виновны в этой трагедии, отметил Эрнест. Из Харькова в Нидерланды отправляют еще 38 контейнеров с телами пассажиров малазийского Боинга. Один из самолетов уже вылетел в Эйнтховен, еще один должен отправиться в ближайшее время. Напомню, тела, найденные на месте катастрофы, доставили специальным поездом в Харьков, а оттуда перевозят в Нидерланды для познания и экспертизы. Миссия полицейских из Нидерландов уже в Харькове и намерена отправиться на место крушения Боинга. Они будут помогать специалистам проводить расследование катастрофы малазийского лайнера. При этом все свои действия будут координировать с силами АТО. Об этом сообщил спикер информцентра СНБО Андрей Лысенко. Эта группа голландских силовиков не будет вооружена. И в течение выходных Нидерланды определятся, отправят ли они на место аварии Боинга вооруженную полицейскую миссию. Украинский МИД отправил Болгарии ноту в связи с действиями аниматоров в болгарском детском лагере. Согласно сообщениям, русскоязычный Игорь Абиссинов заставил школьников из Украины снять вышиванки. Произошло это на глазах у сверстников со всей Европы. Украинские дипломаты возмущены и категорически осуждают дискриминационные и украинофобские поступки руководителя группы аниматоров. И просят дать правую оценку действиям Абиссинова. Провести расследование этого инцидента и принять меры, чтобы не допустить подобные случаи в будущем. В аэропорту Борисполь проходит акция «Путин – убийца». Несколько десятков активистов встречают российские рейсы с плакатами и лозунгами. Таким образом, выражая общественный протест против политики президента Российской Федерации Владимира Путина. К ним присоединяется все больше участников. Мы хотим выразить свою позицию касательно одного человека – Путина, которого мы считаем террористом номер один. Это человек, который развязал войну в Украине и из-за которого умирают обычные люди, как из Украины, так и из России. С этой целью мы сегодня пришли встретить россиян, российские рейсы, которые будут прибывать. Чтобы показать, что к ним мы относимся позитивно, мы считаем их дружным народом, но к их президенту мы настроены очень негативно. В Киеве прошел китайско-украинский бизнес-форум. Спикеры и участники обсудили аспекты ведения бизнеса с Поднебесной. Затронули вопросы поиска прибыльных сфер сбыта и маркетинга, а также логистику товаров. Отдельное внимание уделили вопросу сотрудничества с Китаем уже в нынешнем году. У китайской стороны есть большое желание расширить объемы экспорта из Украины в таких сферах, как сельское хозяйство, добывающее, химическое промышленность, а также машиностроение и электротехника с целью стабильного развития двухсторонних экономических отношений. Органы экономического регулирования двух стран на данном этапе обсуждают и совершенствуют разработанные в 2012 году индикативные списки товаров украинского и китайского импорта и экспорта, а также прилагают усилия для скорейшего подписания меморандума о взаимопонимании в сфере развития торгово-экономического сотрудничества. Голодовка в поддержку Украины. Профессор Питтсбургского университета США отказалась от еды из-за конфликта на Донбассе и поддержки России террористов. Нашему каналу Адриана фон Хельбек дала эксклюзивное интервью. Я только что вернулась из Украины. Я провела там месяц. Я проводила там исследовательский проект. И одна из причин, почему я решилась на свою недавнюю поездку, потому что я хотела поговорить с людьми, о которых писала книгу. Книга называется «Музыка, раса и африканская миграция». Она об африканских мигрантах, которые живут в Харькове на Восточной Украине. Я не смогла приехать туда из-за ситуации в стране. Я даже не смогла передать копии книг тем, о ком я писала. Так что я вынуждена была оставаться в пределах Киева, Львова и Западной Украины. Я следила за новостями на украинском телевидении, а также общалась с людьми на улицах Львова. Я слышала о вынужденных переселенцах из Крыма, татарах, о ромах, которые вынуждены были уехать из Восточной Украины, африканцах. С двумя последними группами я работала. Это тема, которая никогда не попадет в медиа. И я хотела привлечь внимание к социальному аспекту, происходящего в Украине. Реакция была впечатляющая. Я запостила фотографию в понедельник утром, и она разлетелась везде. Я получаю письма из Калифорнии, Чикаго, Канады. Люди тут, на Западе, особенно в Соединенных Штатах, очень активно поддерживают Украину. И когда я стою на улице, большая часть вопросов, которые мне задают, касается в основном нюансов, происходящего в Украине. Основная часть информации дана в медиа, но деталей нет. Так что я объясняю это людям. Однако, если говорить о тех людях, с которыми я общаюсь, у них не возникает вопросов по поводу того, что происходит на самом деле, кто поставляет оружие и на ком лежит ответственность за то, что происходит на востоке Украины. Они поддерживают Украину. И далее полезная информация о мировых и украинских индексах, а также ценах на энергоносители. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»